Самородский Павел Николаевич, кандидат геолога минералогических наук, доцент кафедры геологии, месторождений и методики разведки Института горного дела, геологии и геотехнологии. Можно разделить геологию на два направления. Изучение полезных ископаемых и поиск именно золота. Есть общий раздел геологии полезных ископаемых и действительно есть геология месторождений золота. У нас даже одно время спецподготовка велась по такому направлению, по изучению геологии рассыпей, например. Сейчас более унифицированно подходим, то есть более обобщенно. Почему золото сложно найти? Как его ищут? Проблемы основные с поисками золота связаны с тем, что золото, металл, во-первых, редкий, во-вторых, драгоценный даже. Вообще есть классификация металлов на чёрные, цветные, редкие. Золото попадает в категорию благородных металлов. Классификация, конечно, несколько устарела, но применяется до сих пор. И вот проблемы с золотом связаны с тем, что это, во-первых, действительно металл, встречающийся редко. Его содержание золота в руде составляет сейчас, в такой хорошей руде, которую можно разрабатывать, первые граммы на тонну. Один грамм на тонну – это 10 минус четвёртой степени одного процента, или одна миллионная просто часть чего-либо. То есть, согласитесь, найти вот эти миллионные части где-то – это довольно сложно. То есть, сейчас вот уже очень редко месторождение находит, как показывают в старых фильмах, что идёт человек, моет лотком, и потом находит самородок. Или как в фильмах про золотую лихорадку, где опять же в одиночку человек идёт, где-то за ним крадётся убийца и так далее. Нет, сейчас поиск месторождения золота – это, можно сказать, серьёзное исследование. То есть, сперва необходимо спрогнозировать, где искать. Потому что вот геологи, они такие интересные люди, они ищут то, что сами, как говорится, не теряли и не прятали. То есть, они ищут то, что спрятала, будем так говорить, природа. И, соответственно, чтобы что-то спрятанное природой найти, надо понимать, во-первых, как это выглядит, а во-вторых, где это может быть. Когда мы, допустим, дома потеряли ключи, и просим кого-то помочь для скорости с гостей, гости, естественно, будут спрашивать, как эта вещь выглядит, ну, ключ, как они выглядят, чтобы не спутаться своими, например, или с какими-то, которые на полочке уже лежат. И где их можно было оставить, допустим, где ты ходил. Вот здесь немножко ситуация сложнее, потому что, если мы примерно представляем, как выглядит месторождение золота, сейчас это либо жилы, то есть, такие плитообразные тела, сложенные, ну, или кварцем, такой минерал белый, прозрачный кварц, называется горный хрусталь, который с золотом бывает разный, белый, серый, в общем, всякий. И вот эти жилы, которые уходят куда-то глубоко в недра земли, их находят, да, и находят их сейчас главным образом по пробам, ну, в общем-то, отбирается даже не камень на анализ, а глина. То есть, снимается верхний свой почвы, то есть, гелок работает не молотком, как в фильмах показывают, а самой обычной лопатой. И вот порцию глины кладем в мешочек, кладем туда этикетку с указанием, какой номер проб, да, при этом мы идем использовать GPS, то есть, по определенной линии, по определенному профилю, то есть, мы знаем, получается, в каком месте мы взяли эту пробу. И затем их уже в городе, или даже, бывает так, в полевых условиях, анализируют на определенный элемент, еще не на золото, потому что золота, напоминаю, очень мало. Если вроде его граммы на тонну, то в этих пробах его будет гораздо меньше, буквально какие-то следы. И вот если у нас появились какие-то элементы, в глине появились элементы спутники золота, например, мышьяк, или медь, или свинец, или цинк, вот тогда, ну, например, да, уже есть повод заинтересоваться этим местом подетальнее. То есть, туда уже в следующий сезон приезжает опять экспедиция, вот в этом месте роют ямы, проют канавы, такие длинные ямы, да, и берут пробы уже из того камня, который отрыли под этим рыхлым материалом, под глиной. И вот если там породы показывают повышенное содержание золота, вот это уже интересно. Тут уже можно заниматься бурением, то есть пробивается уже бульдозером дорога, едет туда буровой станок и начинает получать информацию уже с большей глубины. И вот если мы не просто нашли золото в каком-то, в нужном содержании, а мы нашли еще определенное его количество, геологи это называют запасы, скажем, мы посчитали и выяснили, что вот то содержание золота, помноженное на объем породы, изучено, дает нам, допустим, 4 или 5 тонн золота. Это уже маленькое, но месторождение. Вот тогда уже можно разрабатывать. Все ли геологические проявления золота можно назвать полезными ископаемыми? Если геолог нашел кусок породы, и в нем есть крупинки золота, это еще не месторождение. Это называется ученым словом точка минерализации. То есть, ну, такой термин. Если мы доказали, что эта точка минерализации имеет некоторые размеры по поверхности, еще не глубоко, глубоко мы еще не залезли, это называется словом рудопроявления. Ему присваивается, как точка минерализации, свой номер, указывается, где она находится, и все следующие экспедиции, которые будут планировать свои работы в этих местах, они будут знать об этом объекте, и что, в принципе, он потенциально достойен изучения. И вот только если его уже как следует изучить, и выяснится, что по количеству и по качеству нам хватает руды для того, чтобы рудник работал хотя бы 10-15 лет, ну, вот, тогда можно разрабатывать. Это уже месторождение, да, с полезным ископаемым рудой золота. Экономика влияет на добычу полезных ископаемых? Экономика определяет очень много. Освоение месторождения зависит, например, от удаленности от цивилизации, и, наоборот, от приближенности. Скажем, вот сейчас в Швеции переезжает, или уже переехал, горденский поселок Керуна, потому что, вот, оказалось, что месторождение, рядом с которым он построен, протягивается и под сам этот поселок. Они решили в итоге все-таки не оставлять это все там, а переселиться, какие-то здания исторические, они, видимо, перенесут, разберутся, берут, да, ну, и вот будут разрабатывать дальше. То есть, это вот есть и минусы в тесном слишком расстоянии с цивилизацией. Но вот обратный пример. В середине 20 века в Забайкале, сейчас по современному Забайкальскому краю, было найдено уникальное по удоканскому хребту месторождение меди. Оно на самом деле комплексное месторождение. Там и медь, и серебро, и, наверное, и золота сколько-то есть. Вот, ну, не главный компонент. Основной, конечно, медь. И вот его разведали в советское время, потом началась перестройка, его забросили. Вот только сейчас его повторно готовят к эксплуатации. Вот, я надеюсь, скоро начнут осваивать. То есть, вот столько времени прошло с открытием. Потому что там с самого начала было понятно, что это очень большой объект. Когда в начале 20 века, ну, например, начинали разрабатывать руды золота, содержание в руде промышленном считалось гораздо больше. То есть, тогда хуже извлекали золото из руды, и необходимо было, чтобы золота в руде было больше. Например, 20-30 грамм анатон. Это вот было такое вполне себе хорошее содержание. Сейчас, вы помните, 2-3 грамма анатон. А где-то и полграмма хорошо. Вот, благодаря современным технологиям и такие руды можно обрабатывать. Поэтому получалось так, что там, где закладывали шахту, и вот узко проходили, вроде пустые на тот момент породы, сейчас вот это все окружающее пространство, это вполне себе руда. Поэтому на месте многих шахт, в том числе там, карьеры, которые разрабатывают эту когда-то пустую породу, а сейчас руду. Может ли обычный человек самостоятельно намыть золото? Какие еще полезные ископаемые люди могут найти? Теоретически, да. Другое дело, что, да, вот заниматься поисками золота без лицензии, это чревато конфликтом с законом и с его представителями. Вот, в общем, если даже что-то нашлось, лучше оставить где нашлось, чтобы не создавать себе проблем. Ну, вот, например, даже просто поискать гальку в Венесее. То есть там можно найти тот же кварц. Он бывает красивый, бывают полупрозрачные гальки, бывают иногда совсем прозрачные. На реке Акачи можно найти агаты. Это кварц, но уже более сложно организованный в виде таких жилваков. Это получается галька, но на сколе там получаются такие красивые кругами узоры. Вот когда вы находите такое, это агат. На Акачи их можно найти. В Венесее, вот еще из красивого, очень часто встречаются гальки вулканических пород, которые Енисей приносит, приносит саян. То есть это, они такие темно-различно, зеленые, как правило, в них белые включения, такие белые кристаллы, полевого шпата. Такие вулканические породы довольно прочные, поэтому они плохо, долго окатываются, поэтому хоть Енисея подняла где-то в тысячи, в сотнях километрах выше, по течению, они доехали, добрались до нас. Золото вряд ли, хотя бы по той простой причине, что оно просто просеет куда-то глубоко. Вот действительно, в небольших речках такое возможно, где рядом присутствует прямо скальное основание, как говорят старатели, плотик. То есть старательская терминология очень интересная. Пустые породы, которые над россыпью, будь то галька, песок, глина, неважно, они называют торфа. Не торф, а именно торфа, с ударением на последний слог. Затем, когда доходят до полезного иска, собственно, до участка, где есть золото, или алмазы, например, это называется пески или пласт. И если, наконец, под пластом залегают первичные коренные породы, которые не размыты водой, это называется плотик. Вот золото упирается в этот плотик, и на нем остается. Это не значит, что оно вот так красиво лежит, это мыл там этой шлангой, вот и собирает самородки. Это значит, что, как правило, оно где-то в глине, вот, с трещинок того же плотика, вот, ну, то есть его оттуда тоже надо уметь достать. Почему золото называют ленивым металлом? Золото – металл ленивый. То есть он получается, ну, высокая плотность, почти 20 грамм на сантиметр кубический, чистое золото. Ну, вы знаете, золото, самородное золото в реальности – это не чистое золото из таблицы Менделеева, это смесь, как минимум, с серебром. Иногда встречается также примесь меди, ртути, ну, и других компонентов. Так вот, получается, очень тяжелый металл. В свое время очень интересным было открытие, как золото перемещается в потоке, потому что вообще это было непонятно. Как такой тяжелый материал, который при первой возможности ложится на дно и там лежит, пока совсем уже толкать не станут, вот как такой ленивый металл будет двигаться дальше, уходя от источника на километры и более. То есть в россыпи получается как? Там вот начинается, вот где жило, допустим, здесь, дальше начинается россыпь, и растет содержание. Вот оно растет, растет, потом падает, и постепенно кончилось. Вот как-то так. И вот непонятно было, почему этот горб не рядом с жилой, а вот на некотором расстоянии. А получилось очень просто. Если мы возьмем грузило свинцовое и бросим его в воду, оно, конечно, утонет. Если мы возьмем то же грузило и воткнем его в нем в кусок пенопласта и бросим в воду, оно поплывет. Где-то пенопласт разломится, дробинка булька выпала. Вот примерно так же путешествует золото. Только вместо пенопласта у него кварц, плотность которого 2,5 грамма на кубический сантиметр. То есть в речном потоке галька кварца перемещается совершенно замечательно. Вместе с другими такими, иногда и более тяжелыми гальками. А потом где-то разломывается и золото выпадает. Вот, причем, открытие это сделал даже не геолог, а маркшейдер, то есть специалист скорее по горной геометрии, а не по геологии. Он интересовался формой рассыпей. И вот обнаружил такую закономерность, такое явление, что золото путешествует не само по себе, а в обнимку с другими минералами. В чем уникальность месторождений Красноярского края? Дело в том, что олимпиадинское месторождение, оно двухэтажное было. То есть у нас любое месторождение, которое образуется в земных недрах, оно как-то реагирует на поверхность. Потому что в недрах, например, мало кислорода, а на поверхности много. И там, где, допустим, там олимпиадинское месторождение вообще интересно тем, что при гигантских запасах золота, там золото практически не увидишь вроде, оно очень мелкое. Оно буквально растворено в минералах серы, в арсеноперите главным образом. Это мышьяк, железо и серо, вот такой вот минерал. И для того, чтобы извлечь золото, этот арсеноперит необходимо растворить. Для этого используют специальные бактерии, которые в чанах растворяют арсеноперит, то есть им мышьяк даже нравится, очевидно. И потом из этого раствора получают золото. Так вот, изначально, те добывали руды, которые были другие, которые получились, когда вот эти серые мышьяк, содержащие руды, встретились с водой, богатой кислородом у поверхности. И вместо блестящих кристаллов этих оловянно-белого арсеноперита образовалась грубая ржавчина. То есть то, что мы называем смесь минералов на основе гютита. Назвали в честь гёте. Он не только о фаусте написал, он и минералогией в том числе активно интересовался. И вот гютит оказался вместилищем золота уже нового, переотложенного. И получилось так, что верхушка этого месторождения была постепенно съедена. То есть эрозия. Оно съедалось, съедалось, а золото никуда не девалось. Оно просто проседало ниже, ниже, ниже. Поэтому выше лежащие руды оказались более богатыми. В два-три раза, чем те, которые ниже. И это сыграло ещё одну неприятную шутку при разработке. Когда кончились богатые руды окисленные и начались руды первичные, их попытались перерабатывать таким же образом. И в итоге золото всегда теряется при переработке. Небольшой процент, но теряется. Так вот, я точных чисел не помню. Если при разработке первичных окисленных терялось, допустим, 10-20 процентов, то из той же технологии перерабатываемых вот этих первичных начало теряться 50-60, а то и больше. Больше половины золота пошло в отвал. После этого пришлось резко менять технологию обогащения, бактерии приглашать в помощь. И тогда вот всё наладилось по новой. То есть вот действительно выше лежащие руды были более богатые. Верно ли утверждение, что рассыпное золото на планете практически закончилось? Остались только рудные запасы? Сложный вопрос. Смотря что считать рассыпью, то есть вот есть такое месторождение на юге Африки. На самом деле, у нас его называют в книгах месторождение, но это не месторождение. Это целый рудный район, то есть скопление месторождений. Несколько десятков. Площадь его, ну вот поперечник, несколько сотен километров. Площадь, соответственно, уже тысячи. И название очень красивое. Ну, для русского языка немного странное, но в переводе с языка африканс, это вот язык, который получился из сплава голландского и местного африканского, это звучит как хребет белой воды. Вид – ватерс ранд. Вот ранд – это хребет, вид – это вода, вид белый – это ватерс, соответственно, вода, воды. Вот в этом самом ранде, как посчитали, изначально содержалось около трех четвертей мировых запасов золота. Сейчас, конечно, много выбрать. Это вообще очень интересное место. Там разработка сейчас ведется на глубинах некоторых шахтах более четырех километров. Там поднимают оттуда горняков, как водолазов, то есть с декомпрессией, потому что иначе они закипят, иначе будет кессонная болезнь. Там руду перерабатывают, стараются внизу на поверхность не поднимать. И там используют по-разному. Как используют? Так вот, пустые выработки закладывают в пустой породы отработанные выработки, а в одной из них, по крайней мере, одно время была нейтринная обсерватория. Вот это обсерватория, в которой изучают нейтрино. Это, наверное, единственная обсерватория, которая стремится не в горы, а наоборот куда-то поглубже, чтобы другие частицы не мешали. И вот есть мнение, до сих пор считается, что это руды, древние россыпи. Вот если брать с этим объектом, то, конечно, кончится, ой, как не скоро. Ну, а если брать россыпи попроще, за которыми не надо лезть так глубоко, то я бы сказал так. Сейчас очень часто идет повторная отработка россыпи, которые уже отрабатывались ранее. То есть, помните, что у нас раньше за руду считали совсем другие содержания. Сейчас же, в общем, довольствуется гораздо меньшим, поэтому многие россыпи в том же Северо-Ничейском районе отрабатывают иногда не по одному разу и получают металл. То есть, вот какие-то частички высвобождаются, какие-то там отлипают от глины. Глина очень любит ловить на себе золото. Если глина в россыпи есть, это серьезная проблема с глиной. Получается, золото закатывается фактически в такую глиняную гальку или галю, как говорят старатели, и уходит в отвал. Вот это есть такая проблема. И вот когда эта глина все-таки отдает золото, например, то есть, вот его еще можно получить. В целом, конечно, рассыпей становится меньше, потому что, ну, это, скажем так, как и коренных, впрочем, месторождений золота, их отрабатывают эти-эти. Земля производила эти вот сокровища 4,5 миллиарда лет. Ну, вот если считать историю. Мы же вот за несколько столетий фактически активные разработки, вот очень активно это все подъели. Есть ли смысл дальше готовить специалистов по добыче золота, если оно скоро закончится? Чтобы не закончилось, надо искать. Да, а чтобы искать, потому что все-таки сейчас, благодаря современным технологиям, не только уровень качества разработки полезных ископаемых изменилось, не только мы можем перерабатывать все более бедные руды, но и поиски ведутся уже все более продвинутыми технологиями. Есть, например, технология так называемой гиперспектральной съемки. Когда мы берем, скажем так, камни, вот геологи не любят слова «камни», ну, пусть будет для простоты, разные, сместорождения, снимаем их спектры, потом мы фотографируем из космоса этот участок территории и смотрим, где по спектру такие же участки. В тех местах уже ведем поиски. Это для нашего севера очень перспективный метод поисковый, то есть позволяет очень быстро посмотреть на иногда очень больших площадях, что там можно найти, не только для золота, но и для других полезных ископаемых. Вот сейчас подобную технологию мы хотим применить для месторождения Ак-Суг, это Тува. Там на севере республики располагается крупное месторождение медно-малибденовое, в котором также есть и золото, и которое попутно будет извлекаться. То есть золото, оно встречается не только в собственных месторождениях, оно бывает и, ну, скажем, дополняет некоторые месторождения, даже может быть в рудах железа, может быть в каких-то других полезных ископаемых. То есть современные технологии позволяют вести поиски там, где либо это было раньше сложно, либо просто, ну, опять же, могли просто не заметить, в силу того, что такие низкие содержания, их сложнее было засечь, но они тогда никому не были нужны. То есть повторное изучение тех же Саян, я думаю, да не только я, то есть, собственно, я уверен, даст новые объекты, новые месторождения. Поэтому, чтобы кто-то это искал, люди нужны, нужны специалисты. И они расходятся у нас. То есть, как показывает опыт, геологи у нас, и горняки, и геологи у нас востребованы. Продолжение следует...